Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Зачем это нужно? Муж говорит, что любит, но не видит со мной будущего. То есть нормального будущего. Живём с гостевым браком. И когда он говорит об обстоятельствах, которые нам мешают жить одной семьёй, мне кажется, что он лукавит и не стремится к созданию семьи. Но очень хочется ребенка, но для этого нужна нормальная совместно проживающая семья, а не гостевой брак и раздельный бюджет. И вот теперь говорит, что будущего не видит. Ребенка нет, семьи нет, понимания нет и виновата в этом я. Спрашивает, что будущего нет. Зачем тогда жениться. Ребят один, потому что люблю. Разум понимает, что всё плохо. Что-то меня это делать не хочет. Только жалоба. Даже когда задаю вопрос, я любовал ещё на откровенные разговоры, уходит от ответов. Говорит всё равно у нас разные взгляды и мнения. Пусть остаётся всё как есть. Мне очень тяжело с ним в плане понимания, вернее совсем не понимаю его. Говорит, что любит, я самая важная женщина в его жизни, но проводится она только вечерей ночи, через день, а на утро работа, дом делая родственники, даже выходные не вместе. При этом звонит постоянно под видом заботы, контролирует меня, где я и чем занимаюсь. Как строить отношения, не обижаться на его зловые поступки, не принимать близко к сердцу. Чтобы и будущее сложилось, и найти понимание, пришло, и обрести, наконец, гармонию брака. Ну, вообще говоря, Светлана, ваш текст – это вопрос на психотерапию. И, как мне кажется, не единоразовую точность. Дело в том, что вы, как мне показалось, зависимы от человека в плане его чувств. Человек вам говорит, что любит вас, говорит, что вы самая важная женщина в его жизни, и это вас как-то удерживает. При этом вы почему-то позволяете происходить всему тому, чего и что происходит, а почему-то вы на него перекладываете ответственность за свою жизнь, а при этом вы сами как будто бы за себя решения не принимаете. Вот яркий пример. Вы спрашиваете его, зачем он женился. Ну, извините, не только он женился, но и вы выходили за него замуж. Зачем? На мой взгляд, вы это делали из расчёта, что мужчина изменит. Вашему мужу так удобно. Вашему мужу, вашему мужу, вашего мужа всё устраивает. Вашему мужу устраивает вас. И, в общем-то, всё. Если вы хотите гармонизировать отношения, то, опять же, можно это сделать. Но для начала я бы всё-таки разобрался в себе, потому что очень похоже, что вы, во-первых, зависимы эмоционально от мужа, а во-вторых, вы как будто бы боитесь остаться одной. И, в-третьих, судя по тому, что вы пишете, а вы обижаетесь на его слова и поступки, которые принимаете близко к сердцу, то есть ещё и трудности самооценка и неуверенность в себе. Когда это всё будет скорректировано, я думаю, вы сможете понять, есть ли будущее ваших отношений или нет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...